Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем большой круглый стол, который, как мы уже анонсировали, посвящен планете Венера. Будем рассматривать это небесное и космическое тело с самых разных точек зрения и с научной, и даже с культурологической, о том, как эта планета влияет на Землю в физическом и эмоциональном смысле. Сегодня мы планируем тоже поговорить. В студии работает Константин Раукс, Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарёв. А в гостях у нас сегодня квантовый химик доктор Ноу Дмитрий Бочаров. Добрый день. Специалист по IT-технологиям, программному обеспечению Алексей Воловик. Добрый день. И публицист, фэшн-блогер Симона Шульман. Она поговорит о влиянии Венеры на культуру и моду. Ну что, давайте начнём, наверное. Вот если говорить о Венере, это планета, которая, с одной стороны, кажется самой загадочной, с другой стороны, не так уж она изучена, в отличие от Марса, который, кажется, исследован вдоль и поперёк. Дмитрий, вот вам Венера, как химику, насколько она интересна? Ну, на самом деле физику. То есть, у меня просто специализация физика-химия. Поэтому я сегодня постараюсь упомянуть как физических, так и химических аспектов этой планеты. Но она не настолько плохо изучена, как вы сказали, Вадим, потому что это одно из тех тел, которое известно человечеству с незапамятных времён. Третье после Луны и Солнца. Да, по светимости. Минус 4,4, по-моему, у неё максимальная светимость. При этом долго не могли разобраться, что это одно небесное тело. Поэтому во многих культурах есть так называемая утренняя звезда и вечерняя звезда. И только сравнительно... Да, недавно поняли, что это одно и то же небесное тело, а не два. И, естественно, до изобретения телескопа ничего не могли разглядеть. Но когда посмотрели на неё в телескоп, тоже поняли, что поверхность не видна. И видно что-то очень странное. Потом, в 1761 году, у Венеры открыли атмосферу. При этом это сделал русский химик Ломоносов во время интересного астрональтического ювеления так называемого транзит Венеры. Транзит Венеры – это значит, что Венера проходит через диск Солнца. Но это очень похоже, в принципе, на лунное затмение. Только Луна большая, она может закрыть Солнце, а Венера может только по нему пройти. И в тот момент, когда Венера соприкасалась к краюшку Солнца, тогда Ломоносов записал в своём дневнике «Видел большой пупырь». Венера окружена знатной атмосферой. И тогда атмосфера Венеры была открыта. Ну, и долгое время не могли понять, а что под ней. То есть, что под атмосферой? Да, потому что видели... Ломоносов, по-моему, предположил, что атмосфера у неё тоже состоит из кислорода, такая, по подобию Земли. Ещё даже он там сказал «почище, чем у Земли». Что-то такое, больше. Да, и интересно, что, в принципе, во многих книгах до каких-нибудь там 60-х годов, когда всё промерили чуть-чуть радиолокацией, Венера классифицировалась как двойник Земли, потому что масса, то её рассчитали, она очень близкая, 0,81, по-моему, от Земли. И было очень много культурологических аспектов, которые объясняли, что на Венере под этой атмосферой. Говорили, что там жаркие океаны, мезозорские эры, динозавры топчутся толпами. Очень горит тем, да? Как в Устрии. Тоже была интересная история, которая предполагала, что, значит, Солнце остывает, и по этой причине, значит, Марс – это мир, который уже пережил период своего расцвета, и он теперь умирающий мир. Земля в периоде расцвета, а вот Венера как раз, вот как вы отметили, период мезозорский, вот это буйство жизни, где всё только ещё начинается. И были большие надежды на это. Да, и если мы посмотрим на фантастические произведения, ну, начало 20-го века, то, как правило, Венера – это такая буйная растительность, амазонки, ну, хотя бы вспомним Казанцево и планету Бурь. Ну, кстати, мы сейчас попытаемся связаться с Леонидом Эксенфомолити, специалистом по исследованию планет-солнечной системы, главным научным сотрудником и руководителем лаборатории фотометрии и радиометрии отдела физики планеты и малых тел солнечной системы Института космических исследований РАН. Именно ему принадлежит открытие электрической активности атмосферы Венеры, которая была сделана с помощью советских аппаратов Венера, и впоследствии эти данные были подтверждены американскими зондами. Кроме того, он выдвинул концепцию вулканизма Венеры, которая также была позднее подтверждена. Я надеюсь, что сейчас нам удастся обеспечить прямую связь с Москвой. Он обещал выйти в наш эфир сегодня. Но тем временем, я напомню, что телефоны прямого эфира 672-12-93-9-9-6-7-2-13-93-9 звоните нам. Также пишите видеочати на портале MixNews.lv и голосуйте. Голосуйте на сайте MixNews.lv. Мы следующим образом сформулировали вопрос для опроса. Хотели бы вы побывать на Венере? И вариант ответа. Да, там красиво. Нет, я не хочу в ад. У меня на Земле дел хватает. И, возможно, ближе к пенсии и слетаю на эту планету. У нас сейчас на прямой телефонной связи Леонид Ксанфомалити. Леонид Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня говорим о Венере и вам принадлежит в частности открытие вот то, что в атмосфере Венеры есть электричество. Вот насколько Венера изучена на сегодняшний день, как много мы о ней знаем и как много мы о ней еще не знаем. Что вы можете сказать об этом? Да, это очень интересный вопрос и вы его хорошо сформулировали. Должен заменить, что Венера является в какой-то мере вызовом всей планетной науке. Вы, наверное, знаете, что сейчас кроме планет нашей Солнечной системы открыто более двух тысяч планет у других звезд. Набор очень широкий и вот среди этого набора большое количество открытых планет могут напоминать наш планет Венера. С другой стороны, вы, наверное, также знаете, что более похожий на Землю по составу, по размерам, по массе планеты, чем Венера, нет. Ну вот, очень активно исследуется Марс для того, чтобы найти там следы жизни, например. А вот Венера представляет собой вызов ученым, инженерам, конструкторам, поскольку планета сама по себе, несмотря на ее сходство с Землей, обладает разительными отличиями в ее физических свойствах. Так атмосфера Венеры составляет примерно одну треть земного океана. Можете себе представить? Вы, наверное, знаете, что масса земных океанов очень велика. Океаны покрывают 72% земной суши. На Венере никакой воды быть не может. А почему? Потому что температура у поверхности огромная, 460 градусов. Вы можете себе представить? Еще бы прибавить 100 градусов и человек видел бы, если бы он там случайно оказался, что поверхность раскорена до красна. Эта высокая температура объясняется именно свойствами атмосферы Венеры. В отличие от нашей атмосферы, она состоит из углекислого газа, которого очень много, как я вам сказал. И вот углекислый газ обладает свойствами своеобразного одеяла. Это очень тонкий физический эффект, он называется эффектом теплицы или грингаусс эффект. Тепличный эффект объясняется вот чем. Представьте себе, что на улице очень холодно, но вы накрыты очень теплым одеялом. Вам не холодно, но ведь тепло куда-то девается, это тепло пробивается изхвозь одеяла, и он изхвозь отличается в космос. На Венере роль такого одеяла играет атмосфера, но из-за того, что она очень малопрозрачная, то есть одеяло очень теплое, чтобы то тепло, которое дошло до поверхности Венеры излучалось обратно в космос, нужно вот такая высокая температура. Сама по себе энергия, которая поступает на Венеру, это, конечно, энергия Солнца. Причем интересно, что из-за того, что облака Венеры отражают больше света, чем наши облака, на Венере в принципе получаемая солнечная энергия меньше, чем на Земле, хотя она полтора раза движетом. Вот те исследования, которые были проведены, в первую очередь касались, конечно, атмосферы, но где-то в последние четверти прошлого века усилия ученых СССР были направлены на то, чтобы посмотреть, а из чего состоит сама поверхность Венеры. Сначала для этого использовали радиолокатор, установленный на борту спутника. Он показал, что действительно планета очень необычная, что геологически на ней присутствуют те формы, которые известны на Земле, но они дополнены еще объектами, которые на Земле не встречают. Дальше больше. И, наконец, появилась идея использовать в космических исследованиях так называемые спускаемые аппараты, которые бы пробились в эту чудовищную плотную горячую углекислотную атмосферу Венеры, опустились на поверхность планеты и передали изображение. Это эксперименты были выполнены в 1975 до 1982 года. Причем, можно сказать, что на этих аппаратах были установлены наряду с другими научными приборами телевизионные камеры. Вот эти изображения поверхности Венеры, можете себе представить, не повторены до тех пор. За прошедшие 40 лет ни одна космическая держава мира этот эксперимент не повторил. Он очень сложен технически. Простите? Да, в чем была уникальность этого эксперимента, потому что действительно именно советские аппараты смогли опуститься, пробурить, заснять, сфотографировать. Вы тоже работали с этими аппаратами. В чем была специфика, в чем была главная сложность этой миссии? Главная сложность миссии, представьте себе, вы имеете печку раскаленную для того, чтобы закалять сталь, и вы в эту печку кладете телевизионную камеру и начинаете показывать, что там происходит. Ко всему прочему, добавьте огромное давление. Давление у поверхности Венеры в 90 раз больше, 92 раза больше, чем у поверхности Земли. Поэтому первые аппараты, считалось, такого давления просто никто не ожидал, считалось, такого давления быть не может. Первые аппараты атмосфера просто раздавила, когда они спускались в атмосфере или нет. Значит, представьте себе, вам вас просят спроектировать аппарат, который будет работать раскаленная для красной печки, при давлении почти в 100 раз больше земного, да еще набить этот аппарат научными приборами. Мало того, нужно же эти информации каким-то образом передать обратно. Простые расчеты показывали, что даже самые лучшие передатчики, которые мы могли тогда сделать, передали бы на Землю лишь несколько точек изображения, несколько данных по поводу исследуемых приборами параметров атмосферы. Поэтому был найден другой способ. На орбиту вокруг Венеры выводился искусственный спутник, передатчик, который находился на спускаемом аппарате и работал в этих адских условиях высокой температуры и давления, посылал сигналы во все стороны, в том числе сигнал принимался аппаратом на орбите. И дальше он уже острым лучом постронаправленной антенны передавал сигналы на Землю. Вот представьте себе такая компоновка этих исследований и позволила получить те результаты, которые были достигнуты в это время. В это же время американцы тоже исследовали Венеру, вот в частности вы упомянули об открытии электрических разрядов в атмосфере Венеры. Тогда у нас не было еще вот скажем сотовых телефонов, имейлов, и это было 25 декабря 70-го года, когда мы получили космических аппаратов в искраем в атмосфере Венеры. известные о том, что зарегистрированы электрические разряды, причем часто и чаще, чем грозы на Земле. Через три дня я получил телеграмму от непокойного профессора Скарфа из университета Университета и ТЛА, который, можете себе представить, телеграмма была такой. Поздравляю вас с открытием гроз на Венере на три дня раньше, чем открыл их я. Он подобный тем, который проектирован у нас. Леонид Васильевич, такой вопрос. Вы являетесь автором одной очень фундаментальной монографии «Планета Венера», где, по сути, саккумулированы все данные по исследованиям Венеры, которые сделались в советское время. Они заданы в 1985 году. Какие парадигмы с того момента изменились? Есть ли какие-то существенные открытия, которые не описаны в той книге и которые произошли за последние 35 лет? Вы, наверное, имеете ту книжку «Планета Венера», которая была издана в истории Артемского университета, да? В 1984 году. Она у нас с собой, мы сейчас посмотрим. Да, да. После этого была, скажем, моя монография «Планета Венера» в 1985 год. Были еще конференции, на которых рассматривали эти вещи. Значит, что с тех пор, правильно, вы скажете правильный вопрос, что с тех пор значит, сделано нового? На которых мне закончилась мысль. Ученые Соединенных Штатов где-то в то же самое время, когда мы с вами говорим о времени открытия политических разведов на сцене Венеры, пустили четыре аппарата, четыре маленьких аппарата тоже на поверхность Венеры. Но там не было телевизионных камер, эксперименты были очень скромные, и, кстати сказать, они привели к противоречиям, которые до сих пор не разрешены. Ну, в частности, возвращаясь к тем же самим элитическим разрядам, мы регистрировали на новых и новых аппаратах, которые проходят мимо Венеры, ну, таскар таких разрядов, а оптических вспышек до сих пор никто ни разу не не видел. Вот такая странная вещь. Что было нового с тех пор? Значит, были замечательные аппараты, в частности, Агенера Экспресс, это Европейское космическое агентство с участием других стран, там, участковые Штаты и Россия. Это аппараты, которые были предназначены для исследования атмосферы Венеры. Вот они обнаружили такие вихри, долго живущие вихри в атмосфере Венеры, может быть, они вообще постоянные, вблизи полюсов, и странная динамика этой самой атмосферы, которая выливается в то, что периодичность обращения облаков вокруг Венеры, ну, примерно на верхнем уровне, примерно 4-5 суток. В то же время вы, наверное, знаете, что Венера обращается вокруг Солнца за 224 дня, а вокруг Солнца 243. Но она обращается в обратную сторону по сравнению с другим планетам. Поэтому солнечный день на Венере и солнечная ночь и ночь продолжаются по 58 земных суток. И вот, значит, исследование, каким образом все это связано, все приводят в действие эту атмосферную машину, была задача эксперимента, в частности, на Венера Экспресс. Есть, кстати, замечательный по Discovery каналу фильм, научно-популярный, как раз про эту миссию Венера Экспресс. Очень красивый. А, причем, знаете, аппарат работал очень долго. Нужно сказать, что если раньше аппараты очень быстро выходили из строя, то сейчас аппараты, которые отправляются к другим планетам, в частности, вот вы знаете, наверное, Экзомарс работает сейчас у Марса, тоже европейский аппарат, участник России, они работают гораздо дольше тех сроков, которые им положены. И потом даже приходится принимать специальные решения для продолжения исследований, чтобы найти какие-то деньги в агентствах для того, чтобы можно было поддерживать миссию. Ну вот, примерно, то, о чем я вам хотел рассказать. Спасибо, Леонид Ксенфомолиси, специалист по исследованию планет, солнечные системы, главный научный сотрудник и руководитель лаборатории фотометрии и радиометрии отдела физики планеты малых сил солнечной системы Института космических исследований, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я еще раз отмечу, что именно Леонид Васильевич является тем человеком, который открыл электрические разряды в атмосфере Венеры, а также выдвинул концепцию вулканизма Венеры, которая также была позднее подтверждена. Вот такой очень подробный комментарий, очень, как мне кажется, интересный. Действительно, вот, миссия на Венеру, это вот та история, когда погружаются аппараты ВАД, очень похожи, кстати, на романы братьев Стругацких, «Страна багровых туч», в частности, где вот еще до того момента, как более четкую информацию в атмосфере Венеры получили ученые, уже фантасты в какой-то степени предсказали. Но вот с точки зрения геолога тут есть очень интересные различия. Дело все в том, что в стране багровых туч у планеты Венера активный вулканизм, очень сильные активные тектонические процессы, а как мы знаем сейчас на Венере, там все выглядит совсем иначе, кстати, иначе, чем на Земле. Да, сейчас мы прервемся на новости и рекламу, потом вернемся и продолжим это круглый стол, говорим о планете Венеры сегодня. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. На одной волне с городом. Радио. Радио. Балком. Мы продолжаем это круглый стол, программа, которую мы посвятили планете Венера. В студии работают Константин Ранкс, Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А в гостях у нас сегодня квантовый химик, физик, доктор наук Дмитрий Бочаров. Здравствуйте. Также специалист по IT и программному обеспечению Алексей Воловик. Добрый день. И публицист, фэшн-блогер Симона Шульман, который предстоит рассказать нам о влиянии Венеры на культуру и моду. Но вот мы в прошлой части нашей программы связывались с учеными, говорили о Венере как о объекте изучения, но вот там, кстати, тоже отметили и в тот сегмент, может быть, влияние Венеры на культуру, искусство и так далее. Вот, Симона, насколько Венера интересна, насколько Венера в этом смысле оказывает влияние на какие-то тенденции в культуре, литературе, моде, фэшн-индустрии и так далее? Если поговорить о Венере как олицетворении женской красоты, идеале красоты и пропорции, и богине красоты, искусства, любви и прочее, 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 то мы увидим очень любопытную вещь. Мы увидим, что в зависимости от эпохи художники, скульпторы и писатели наделяли Венеру теми чертами, которые были присущи тому времени. То есть, это был идеал, который отражал представление о красоте того времени. Венера Милоская, если мы посмотрим ее пропорции, мы узнаем, что ее пропорции тогда оказались идеальными и труднодостижимыми. Сейчас это, в принципе, достаточно средние пропорции, которые встречаются сплошь и рядом. Например, рост 164, объем груди 89, талии 69 и бедер 93, по-моему. То есть, вполне себе средняя женщина. Есть даже специалисты, энтузиасты, которые пересчитали эти пропорции на более современный рост, на 175 см и увидели, что это еще более человеческие пропорции, которые составляют, если я сейчас ошибусь, поправьте меня в цифрах не сильно. По-моему, это было что-то такое 93 грудь, 74 талия, то есть, в отличие от 90-60-90 сегодняшних, и бедра, соответственно, целых 99. То есть, в наше время Венера Милоская, мы сейчас берем ее пропорции, она, конечно, считалась бы достаточно заурядной женщиной. Да вообще она не очень, мне кажется, для современных мужчин. Опять же, если смотреть, если мы смотрим черты лица, например, округлые, плавные черты лица и прямой нос, у нас сейчас в моде совершенно другие. Если мы поговорим о Венере, которую изображали художники эпохи Возрождения, то мы увидим совсем другую картину, мы увидим женщин в таком, в теле, достаточно с пышными формами, а если мы вообще поговорим о Венере Виллендорфской, очень изображение стоит здесь напротив Академии художеств, мы увидим, что это совершенно другой типаж, то есть это такая приземистая женщина с очень выраженными широкими бедрами, большим животом, грудью и так далее. То есть либо беременная, либо просто тучная, олицетворяющая собой плодородие, мать-земля и все такое прочее. Поэтому, конечно же, это очень любопытный момент, то есть если мы сейчас бы создавали нашу Венеру, то есть определенно кто-то из художников задастся когда-нибудь такой целью и нарисует. Мы увидим совершенно другую картину, то есть современный идеал красоты, который, конечно же, нам и навязывается, и культивируется, и прочее, это достаточно высокий рост и стандартный размер 90-60-90. Но в этом противоречии, в этом, может быть, в некой эволюции, в неком изменении и коррекции этого образа Венеры, вот можно ли провести аналогию с самой планетой, потому что мы ее по ходу изучения понимаем, что Венера далеко не самая благоприятная, добрая, ну, назовем это таким в кавычках добрая планета Солнечной системы. Мы видим, что там происходит, облака и сферные кислоты, атмосфера из углекизного газа, вулканическая активность, ну, в общем, если есть, то, наверное, вот его можно описать с помощью Венеры, ну, и тех свойств, которые мы видим. Вот эти все изменения, они каким-то образом вот находят отражение именно в образе Венеры? Находят, вот это действительно противоречивый образ, так радужно и красочно, потому что Венера, конечно, представляется богиней красоты и всего прочего, но она также олицетворяет еще все женское. Все женское начало, оно, конечно же, не такое простое, не такое радужное, и, конечно же, это может, могут там крыться очень много разных подводных камней. Это уже от Евы идет? Естественно, и Евы, и Лилит, и все остальное, да, то есть, если мы почитаем древнеримскую, древнегреческую мифологию, то мы увидим, что с Венерой вообще было все не так просто, да, то есть, если она сначала представлялась как богиня, покровительствующая весне и красоте и прочее, потом мы почитаем ее так называемую биографию, видим, что она там изрядно достаточно весело проводила время, там, всячески изменяя своему мужу вулкану и прочее, и прочее, и прочее, поэтому, конечно же, параллель это достаточно уместно. Тут очень интересно, можно сказать, что Венера, даже в свете современных открытий, она очень напоминает некоторых достаточно стервозных женщин, которые прекрасны со стороны, когда на них глядишь, но как только ты к ним приблизишься, вот тебе начнется ад, самый настоящий ад. Вот гормональная буря и прочее. Мало не покажется. Алексей, вот по поводу исследования Венеры и вот той непредсказуемости, которую описал и Леонид Ксенфомолит, и Симона сейчас как раз нашла вот эти параллели в образах с точки зрения ПО, высоких технологий и так далее, вот эти все непредсказуемые элементы, насколько это действительно сложно в современных условиях изучения Венеры, понимания Венеры? На самом деле, конечно, все это выглядит очень сложно и более того, но тем не менее, как современный человек и как человек, играющий в компьютерные игры, который может так абстрагироваться в каких-то наших современных реалиях, предположить что-нибудь про будущее, например, если говорить так амбициозно про следующие 50 лет, мне кажется, что вообще не нужно стремиться к поверхности Венеры, мне кажется, нужно там жить в облаках, потому что есть на высоте где-то 50 километров примерно чуть ниже и благоприятные температурные условия и давление там такое же примерно как на Земле, и там вполне можно было бы разместить какие-то аэростаты и на них какие-то летающие города, ну, в общем, звездные войны такие. А у нас только справится с серной кислотой. Только серная кислота. А там серную кислоту ведь можно с помощью щелочи нейтрализовать, да? Там уйдет целая планета, понимаешь? И все-таки хотелось бы отметить, облака будут похожи чуть ниже, да? И все-таки у нас вот есть такой замечательный пример, вот этот Спилбергский империя наносит ответный удар, планета Беспин, там летающий город. У меня тут есть график, я все посмотрел, а мы будем висеть чуть ниже облаков, но проблема в том, что там даже под облаками по-прежнему серно-кислый туман, а из облаков льется серная кислота время от времени. То есть, условия так себе для... Но ничего, полиэтиленовую крышу сделаем, полиэтилен не разлагается серной кислотой. что интересно, на самом деле, там буквально, если опускаться ниже, буквально за 10 километров, там чуть больше, очень сильно возрастает давление, если возрастает давление, это значит, что там повышается соответственно плотность атмосферы. То есть, летать там все легче. Соответственно, все вот эти вот аэростаты, вот как была вызвана идея, что, например, если просто земным воздухом наполнить какую-то емкость, то она будет в атмосфере летать в Венеры. Да, интересно, кстати, что два факта. Просто на поверхности плотность атмосферы Венеры всего в 10 раз меньше, чем вода. Плотность воды. Я больше скажу, я где-то видел, в интернете читал цифры, что там такое давление примерно, как на глубине один километр. 92 раза выше, чем давление при нормальных условиях. А второй интересный факт, что когда один из советских аппаратов спускали, его просто раздавили давлением, раздавило давлением, потому что не знали, что такие условия это было открытие. У нас сейчас на прямой телефонной связи доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории космической погоды Института космических исследований Российской Академии Наук Тамара Бреус. Тамара Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о Венере, и вот о погоде на Венере, поскольку условия, как мы понимаем, на этой планете далеки от идеальных, в земном представлении. Вот что вам известно о венерианской погоде, если можно так сказать, насколько она предсказуемая, непредсказуемая, изучена, не изучена вот на данный момент? Алло. Да, да, да. Вы вас слышите? Да, да. Венера, планета по размерам массы и составу вещества похожи на Землю, поэтому предполагаешь, пусть она чуть-чуть меньше. Поэтому предполагаешь, в общем, ну, это сестра Земли. И с самого начала, ну, все наши усилия, космические исследования были направлены на Венеру. Около 33 аппаратов летало в Венере. Но оказалось, что все не так прекрасно, как ожидалось. Венера самая жаркая планета из всех планет Солнечной системы. Там температура поверхности 470 градусов Цельсия и выше. То есть это температура плавления свинца и даже выше. Поэтому какая погода? Там в общем раскалены поверхностные области на планете. Там истекала лава когда-то. А сейчас покров облаков, который тоже очень высокий, на 65 километров верхний слой облаков, состоящий из серы и серной кислоты, капельки серной кислоты. Так что там парниковый эффект. Солнце не проникает к поверхности. Она нагрета. Почти нет никаких ветров на поверхности. Они текут в облаках с огромной скоростью, превышающей скорость вращения планеты. Вихри. Алло, у меня... Да, да, мы вас слушаем. Вот как раз очень так. Вот. Я представил тебе это. Просто если чуть-чуть уточнить, вот вы рассказывали про весь этот ужас, а вот в принципе, вот так если задуматься теоретически, если бы Венера находилась бы где-нибудь далеко от Солнца, дальше, чем Земля. По идее, ведь этот парниковый эффект, он же задерживает тепло внутри атмосферы. Получается, что тепло, которое идет от поверхности планеты, она тоже была бы настолько же горячая или нет? Ну, вообще, если она находилась дальше, ну, например, там, где наша Земля, то все было так, как у нас. А если еще как Марс, так там на поверхности минус 60. Так, подождите, получается, что углекислый газ со своим парниковым эффектом не помог бы, да, поднять температуру? Ну, откуда его взять, если, например, на Марсе атмосфера разрежена так, что, в общем, она на 100 раз меньше, а на Венере там на поверхности такое давление атмосферы, как на глубине тысячи километров в океане на Земле. Представляете? Метров. 100 атмосфер, 90 атмосфер. Нет, тут речь идет о том, что взять Венеру, вот как она есть, и как бы оттащить на орбиту Марса. Помог бы тогда вот этот слой углекислого газа, вот эта вот 98-процентная атмосфера, да, из углекислоты, так скажем, сохранить высокую температуру? Либо все равно планета стала бы потихоньку остывать? Ну, конечно бы она остывала. Если ее оттащить и оставить весь состав атмосферы таким, какой он есть, а проникновение солнечных лучей до поверхности происходило бы в этой атмосфере так же, как сейчас происходит, то тогда оставался бы парниковый эффект. Но если бы на этой поверхности солнечная энергия уменьшилась бы во много раз, как это происходит на Марсе, то, конечно, она бы остыла. Атмосфера рассеялась, облака, наверное, замерзли, осели бы на поверхность. То есть была бы совершенно другая, в общем-то, ситуация. А если говорить... Приближающаяся к Марсу. Если говорить о возможностях следах жизни на Венере, такие теории тоже высказывались, вот насколько теоретически, гипотетически существует вероятность того, что что-то могло бы выжить на этой планете бактерии или что-то другое может быть? Да-да, бактерии в общем могут выжить. И даже сейчас есть предположение, что предположение от облаков в ультрафиолетовом диапазоне длинного свидетельствует, что там имеются такие пятна. И по предположению, эти пятна создаются микроорганизмами, которые поднимаются на большой высоту на поверхности и представляют собой какие-то в общем органические соединения. Ну, это, конечно, такая примитивная жизнь. Если они в общем выживают при таких условиях жутких, то там развитие жизни в наших представлениях более, так сказать, высокоорганизованной на такой планете невозможно. Спасибо большое. Тамара Бреус, доктор физико-математических наук, ведущая научный сотрудник лаборатории космической погоды Института космических исследований Российской Академии Наук была с нами на прямой телефонной связи. Вот, кстати, есть ли жизнь на Венере? Да, на самом деле поднимались сразу несколько интересных вопросов. Первый это, есть ли жизнь на Венере? Потому, что, если жить на Марсе, она как и очень популярный вопрос, а есть ли жизнь на Венере звучит гораздо реже. И до того, как не знали, что на Венере, тогда там были всякие гипотезы про самые различные формы, сравнимые с нашими мезозой КРН, когда увидели какой там ад на поверхности, тогда сказали нет. А потом на Земле, по-моему, где-то в 2000-х нашли микроорганизмы, которые живут в крайне экстремальных условиях. Температура, лава, и тогда начали думать, а может быть и на Венере есть такие формы жизни, которые все-таки не способны. Но, по-моему, если микроорганизмам, про которые ты говоришь, все равно нужна вода. Без воды мы не могли. Давайте тут уточним, что по большому счету наша вся жизнь, которую мы знаем и которую ищем, эта жизнь построена на основе атомов углерода и водорода. Поэтому углеводороды – это органическая жизнь. А теоретически, это опять-таки теоретически, возможно, жизнь на основе атомов кремния. Кремнеорганическая жизнь. И вот для кремнеорганических существ как раз 400 градусов – это самое то. Они при нашей температуре бы замерзли, не смогли бы существовать. А вот там в венерианской атмосфере и на поверхности вполне… Вот, кстати, Леонид Васильевич Сан-Фомолити, одна из его, так скажем, предположений была в том, что, в принципе, на поверхности Венеры могли бы существовать примитивные формы вот такой кремнеорганической жизни. Доказать это сейчас невозможно. эта гипотеза была выдвинута, но пока она не доказана. Но, между прочим, если смотреть состав вообще планеты вместе с атмосферой всей планеты целиком, то там что-то как-то кремния не очень-то много. Это же вопрос к Дмитрию, наверное, что там с кремнием и с химическим составом этой планеты. Сейчас у нас на прямой телефонной связи профессор квантовый физик, один из ведущих в мире специалистов по квантовым компьютерам, Андрей Самбайнис. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим сегодня о Венере. Вот на ваш взгляд, как ученого, насколько эта планета интересна и нужно ли, насколько целесообразно продолжать ее изучение, и как вы это видите? Венера, она интересна тем, что она в чем-то очень похожа на Землю. Она примерно такого же размера и немножко-немножко меньше, на 30% ближе к Солнцу и в то же время она в чем-то очень различается от Земли. Атмосфера гораздо плотнее и температура гораздо более горячей. Так что, на мой взгляд, самое интересное о Венере, как получилось, что планета, которая, что на планете, которая по сущности так похожа на Землю, климат настолько отличается от Земли. А если говорить о проблемах связи, потому что Венера еще интересна с точки зрения прохождения радиосигналов и, в частности, когда туда высаживались аппараты, насколько вот этот момент интересен физикам, допустим? Ну, это... Я думаю, что это тоже интересно, но вот на мой взгляд, самое интересное это атмосфера и как получилось, и как это получилось. То есть, в результате чего возникла планета и вот те условия, которые на ней есть? Да, ну, по сути дела, это тот же парниковый эффект, о котором говорят о нас в контексте глобального утепления, что парниковые газы задерживают тепло и планета теплеет, но как-то Венере он получился вот в таком огромном масштабе, что температура там плюс 500 градусов. Спасибо, профессор квантовый физик, один из ведущих в мире специалистов по квантовым компьютерам, Андрей Самбайнис был с нами на прямой телефонной связи. Сейчас мы прервемся на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Круглый стол говорим о планете Венера сегодня. Оставайтесь с нами. На одной волне с городом Радио Болком Микс Ньюз Мы делаем новости Радио Болком В апреле большая чистка склада магазинов Евроникс. Теперь пылесос Филлипс с 40-процентной скидкой только 69 евро, а смарт-телевизор 55 дюймов на 140 евро дешевле. Только 559 евро. Приходи в Евроникс и помоги вычистить склад. Как объединение регионов сирот пожалело? Мартинш Бондарс и его партия ничем не помогли сиротам в регионах. Не смогли или не хотели. Зато решили, что проще рижским сиротам пообещать квартиры всем и сразу. Ведь проще обещать, чем делать. Подробно читайте на Фокус ЛВ. При производстве австрийских полотенец Фрамзон используется чистейшая родниковая вода, которая делает изделия необычайно мягкими и пушистыми. Самая высокая поглощаемость влаги у швейцарских полотенец Весета из длинноволокнистого хлопка. В салоне галереи Центра интерьера и деликатесов МЦ-Квадрат лучший выбор качественного домашнего текстиля в Риге. До 23 апреля в галерее МЦ-Квадрат скидки 30% на полотенцах Фрамзон, Весета и итальянскую домашнюю одежду Фретте. Цены от 15 евро. Краста 68А. Ее называют Сестрой Земли. Она названа в честь древнеримской богини любви. Венера. Вторая планета от Солнца. Одно из самых загадочных и опасных небесных тел Солнечной системы. По сравнению с ней Марс добродушный юнец. Атмосфера из углекислого газа, облака из серной кислоты, чудовищные бури и вулканическая активность. Но разве это нас остановит? В среду в эфире Радиоболтком пройдет круглый стол на тему Венера. Гости в студии. Эксклюзивное интервью. Прямые включения со всем миром с 13 до 15 часов. Летим с нами. Ведущие Вадим Родионов и Константин Рангс. Мы продолжаем это круглый стол. Говорим сегодня о планете Венера. В студии работает Константин Рангс и звукорежиссер Родион Золотарев. В гостях у нас сегодня квантовый химик физик доктор наук Дмитрий Бочаров. Здравствуйте. Еще раз специалист по IT-технологиям и программному обеспечению Алексей Воловик. Добрый день. Здравствуйте. И публицист фэшн-блогер Симона Шульман. Добрый день. Здравствуйте. И у нас телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 вы можете нам звонить. Также вы можете писать нам в видеочате на портале MixNews.lv и голосовать. Хотели бы вы побывать на Венере? Так мы сформулировали вопрос для опроса. И вот на данный момент результаты следующие. Да, там красиво 25%. У меня на Земле дел хватает 38%. Возможно, ближе к пенсии и слетаю. Вот 38% тоже. И никто не хочет в ад. Что удивительно. Да, пока еще никто об этом не ответил. Просто я хотел бы отметить, что наш предыдущий час закончился беседой с профессором, квантовым физиком Андрисом Амбайнисом, который затронул очень важный момент. Ведь мы тут говорили о всех этих ужасах Венеры. Там температура 470, 90 атмосфер, давление, серная кислота, все это понятно. И тут же возникает, естественно, логический вопрос, а зачем вообще туда летать, зачем она нам сдалась. Но вот как раз Андрис Амбайнис отметил очень важную тему о том, что возникает вопрос, что привело, что сделало планету столь похожую на Землю по размерам, по мазь, на вот такое вот чудовище. А тем более раньше Леонид Васильевич Ксанов-Амалити отметил, это известный специалист российский по исследованию Венеры, что Венера за счет своих серебристых облаков она отражает очень много солнечной энергии. То есть, Венера, находясь на 30% ближе Земли, получает меньше тепла, чем Земля, и тем не менее она за счет парникового эффекта раскалилась до вот этих ужасных температур. Интересный, кстати, подсчет, что моделировали Землю, перенесенную на орбиту Венеры. У нас сейчас на Земле средняя температура 16 градусов, по-моему. Просто посчитаю, что если Землю взять и в такими же условиями передвинуть на орбиту Венеры, получится 26 градусов, вроде ничего страшного. Но у меня было 16 градусов, пока я стеклопакет, не пастал. То есть, как бы чуть-чуть потеплело. А почему вот такая разительная разница между двумя планетами? Кстати, многие ученые-то как раз и задаются вопросом о том, что может ли быть Венера до своего рода предупреждением, что уж если мы запустим механизм раскручивания вот этой термической спирали глобального потепления, что в конечном счете и свою планету разогреют. Кстати, с точки зрения химии, как-то посчитали в его литературе, сколько углекислого газа есть на Земле и сколько углекислого газа есть в Венере. Выяснилось, что количество практически одно и то. Только на Венере он практически весь ушел в атмосферу, там 96% углекислого газа в атмосфере, а у нас он в связанном состоянии находится в горных паромах. То есть, практически, если его выдавить в нашу атмосферу, то парниковый эффект замечательно может раскрутиться. Есть еще одна проблема. Дело все в том, что еще более сильный парниковый газ это водяной пар, а у нас, как известно, есть большие океаны и газ метан, который образуется тоже, как-то в результате деятельности живых организмов. Вот если этих дьяволов выпустить наружу, вот тогда мы можем получить ну не 450 градусов, 200 градусов тоже будет вполне достаточно, чтобы уничтожить все. Нам хватит. Да, российский писатель-фантаст, издатель, организатор, идеолог Конгресса фантастов России, ученик братьев Струганских Николай Ютанов у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы говорим сегодня о Венере и братья Стругацкие, в частности, их роман «Страна вагровых туч» тоже посвятили этой планете. Достаточно пристальное внимание. Вот насколько для фантастов, для писателей Венера по-прежнему остается интересной? Как вы это можете прокомментировать? Ну, формально говоря, самый большой интерес к планете Венера, конечно, пришелся на 65-е годы в 1935-е. Когда предполагалось, что планета действительно является некоторым аналогом Земли, то вот единственное, что больше, ну, более близко к Солнцу, и там более теплое, и гипотеза о том, что уже сегодня звучало в африке, о том, что это когда-то были организмы крупного масштаба уровня там Минозойской эры и так далее, это как бы некоторое повторение истории планеты Земля. Вот. А реально как бы все исследования космических станций показали значительно более сложную картинку. Было предположение двух уровней. Те, что ранее на планете Венера существовало похожая история, но потом изменились по каким-то если угодно геологическим и космическим причинам. То есть разогрев Солнца на 25% за последние 4 миллиарда лет или же соответственно истечение лаконических веществ, которые замусрили планеты и создали эффект Великого Парника. И тогда конечно же предположение о том, что просто человек может там прибыть на планету Венера и там соответственно покорить, добыть очередные полезные ископаемые, найти условных братьев по-разному. Все это оказалось чрезвычайно сложной картинкой. И по этому поводу проекты интересных Венеры, фантастики в литературе, они то появлялись, то исчезали. Они становились планеты как основы для определенного планета формирования. Еще в 60-е годы был предложен проект Хворелла, что забросит планет как стандартные водоросли Хворелла, которые позволят изменить общий баланс атмосферы. Или же соответственно является просто-напросто кладовой полезных ископаемых, которых мы еще пока не знаем, потому что не изучили. И когда на планете Земля этих полезных ископаемых будет не хватать, самое время отправить им туда. За урановой галкондой, о чем писали Стругацкие. Да, покорять урановую галконду. Дело в том, что во многих случаях путали определенные мечтания о реальность. Стругацкие в этом вопросе были значительно более прагматичны, чем все большинство прочих представителей фантастов, где невозможно было просто находиться на поверхности планеты Земля. Но тем не менее, там была одна основа, конечно, требовала найти большую запас активизов 50 тысяч планет и Земля необходимым количеством полезного груза. То есть, в конце концов, переработать эти материальные богатства в некоторые, так сказать, прагматические вещи для той же самой космической экспансии освоения Солнечной системы. Но ввиду того, что история покорения Солнечной системы оказалась сейчас нереализована по разным причинам. И обращаю ваше внимание, что в фантастике, а, собственно говоря, именно у Аркадии Бориса Стругацных было четко показано, что одна из самых главных задач, которая это транспортная задача. Обычными психическими кораблями, которые мы сейчас пользуемся, межзвездными межпланетными, они непригодны для освоения, систематического освоения. Они пригодны для стартовых экспериментальных выгодок, проверок, построений первых съемов информации и, соответственно, построения моделей. У Стругацких для этих целей используются фотонные звездолеты. Хиллсы. Чтобы можно было... Да, Хиллс, он же молния, да, Хиллс-молния. Вот, и эти звездолеты стали основой освоения солнечной системы. До того момента, пока не будет создано транспортное средство более быстрое, чем химический реактивный двигатель, четвертая бригада ГИРД, как известно, созданная отрабатывавшая еще тогда и созданная уже в 50-х годах, реально освоение планеты приводить невозможно по любым причинам. Каким бы заманчивым, даже, неожиданным пряникам она нас не поманит. Кроме романтического хода, то есть, как бы, ничто нас не остановит на пути освоения солнечной системы. Для того, чтобы нас ничто не остановило, требуется инструмент, мощь, которая позволит нам реализовать эту программу. Реально, как бы, первая работа. Так вот, слишком далеко, чтобы не уходить. Вот вы начали про двигатель, говорить, а как же вот ядерные двигатели, что можно было бы даже, вроде были какие-то экспериментальные варианты, только не с ядерными зарядами, а просто с какой-то взрывчаткой, когда, ну как, сбрасывается ядерная бомба, и взрыв толкает корабль вперед, и можно было бы огромных скоростей достичь. Дело дело в том, что в любом случае освоение системы, заканчивая тему двигателей, возможно, при формировании двигателей субсветового характера. Тогда это будет происходить быстро. То есть, имеется в виду, основное торможение в подобного рода ходах, это отсутствие, извините, транспортной инфраструктуры. Именно субсветовой двигатель, который был предложен Стругацкими в качестве основного движка, и является необходимой подачей для того, чтобы вообще ставить такие задачи. Все остальное исключительно из филетельского характера. Ядерный двигатель позволит нам как бы освоить Луну быстрее, чем это возможно, но уже планетная система, как внутренний пояс железокамерных, так и газовых гигантов и их спутников, это процедура многих лет. Формально говорит, первая высадка Луны произошла уже почти полвека назад. После этого просто-напросто ничего практически не происходило, и все последние полеты первого десятилетия 21 века заканчивались просто установлением зондов орбитальных или сбрасывания различных аппаратов в атмосферу Венеры. поэтому у нас как бы нет инструментария на предмет того, чтобы этого достичь. Извините, если подходить просто даже с такой писательской фантастической точки зрения и для научной фантастики, требуется основание, что цель, для чего это делаем и как мы это делаем. По этому поводу работы по созданию фотонного звездолета первой, которые на моей памяти выходили, это было начало 21 века, 2000-2002 год, разрабатывались, но это были маломощные системы, которые не могли передвигать большие груды. По этому поводу история фантастики, она регулярно упирается в одну простую вещь. То есть мы, конечно, всегда ищем жизнь, мы всегда ищем пользу, мы всегда пытаемся долететь максимально быстро и эффективно, и чтобы она, планета Земля, как в романах Хайнлайна, как в романах Хайнлайна, начала строить свою собственную колонию, чтобы потом конфликтовать с Землей в лучших традициях с отношением Британии и Соединенных Штатов уходить в независимость и прочее, требовалось сказать, простая вещь, чтобы уйти в независимость, а только зависимость сначала обрести, то есть построить связность. Поэтому венерианская история в фантастики сейчас представлена не очень сильно по одной простой причине, что мы имеем некоторое тело, которым действительно жизнь и экстремальных миг организмов существующих на планете Земля, которые уже коллеги сегодня напоминал. Спасибо. Николай Ютанов. История такова, что вот спасибо большое за включение. Российский писатель фантаст, издатель, организатор, идеолог Конгресса фантастов России, ученик братьев Стругацких Николай Ютанов был с нами на прямой телефонной связи. Я сразу попрошу нашего звукорежиссера связать нас с официальным представителем Европейского космического агентства. Рене Пишель обещал выйти с нами на прямую телефонную связь. Узнаем, как в Европе относятся к изучению Венеры и какие перспективы у европейских ученых, кстати. Вот мы говорим о Венере и сейчас говорим еще в контексте обострения или увеличения интереса к этой планете, потому что американские и российские ученые планируют некую совместную ладуру. Да, в конце прошлого года и в январе этого говорилось о том, что НАСА и Российское космическое агентство собираются создать проект, комплексный проект, космическое агентство подберется, по комплексному изучению Венеры использовать старые советские наработки, опустить зонды на поверхность, сделать специальные такие крупные в атмосферу. В общем, короче говоря, очень такой большой проект. Да, у нас сейчас на прямой телефонной связи официальный представитель Европейского космического агентства Рене Пишель. Господин Пишель, добрый день. Здравствуйте. Вот мы говорим об исследовании Венеры, насколько эта планета интересна Европейскому космическому агентству, видите ли вы необходимость ее дальнейшего изучения, и вот расскажите, как у вас с этим дела. во-первых, я хочу всех поздравить с днем космологии сегодня, во-вторых, когда Венера нам интересно, у нас уже была наша собственная миссия к Венере, Вене, экспресс, но дальше следим какие-то пролекции. Чем интересна Венера сегодня, то есть, с точки зрения изучения этой планеты, какие данные она может предоставить нам? Один из радиослушателей у нас спрашивал, зачем это обыкновенному человеку? Да, зачем это обыкновенному человеку? Ну, про Меру мы достаточно мало знаем, потому что мы лучше исследовали Марс, а мне это тем интересно, что мы не понимаем, каким образом атмосфера центра менялась, каким образом, как именно актер что сейчас есть, с таким большим давлением под Галерия. А Венера, поскольку она близка к Венере, также похожа на нас, на нашу планету, как и Марс, поэтому есть большой интерес изучить, как делать изменения, которые привели к самому состоянию, которое мы сегодня видим. Если говорить о Венере, то исследования проводили советские космические аппараты, потом был достаточно серьезный перерыв, вот насколько далеко технологии продвинулись вперед и насколько более перспективными с научной и технологической точки зрения могут быть следующие проекты? Как далеко мы зашли вперед в этом смысле? технологии я понимал есть серьезный проект в России, который планирует пускать сюда аппарат в середине 20-х годов, но он еще не суммировал до конца, есть идеи некоторые, которые давно существуют, идеи баллона, идеи социальные модели, в принципе, тут не технология, а на научной цели играет в то, именно мы хотим исследовать. Да, подскажите, вот вопрос такой, есть ли вообще смысл опускаться на поверхность Венеры и пытаться строить какие-то станции, еще что-то? Может быть, стоит с орбиты исследовать Венеру, тем более, если вы уже сказали, наибольший интерес представляет именно атмосфера Венеры, а не ее строение вне поверхности? Ну, в том, что дело, из орбиты, конечно, можно исследовать, что мы и делали с нашими сегодня, венера и спать, но чтобы изучить атмосферу, действительно, надо или запускать баллон, или мокроверность, но и то, и другое довольно сложно, и поэтому так тяжело Венера исследуется. Спасибо. Официальный представитель Европейского космического агентства Рене Пишель был с нами на прямой телефонной связи со своим комментарием. Да, на самом деле очень интересные две вещи, которые сказали наши последние эксперты. Это вопросы, которые приводят к изучению Венеры. Первый вопрос это, в чем было существенное различие между Венерой и Землей, что мы видим Венерой, такую, как видим. И писатель-фантаст упомянул интересную гипотезу 60-х годов о том, что если запустить на Венеру много-много водорослей хлоралу, то тогда атмосфера быстренько рассеется, температура упадет и Венера станет похожа на Землю. Процесс называется терраформированием и очень интересно посмотреть, что мешает реформировать Венеру как таковую. И первая проблема, что версия с хлоралами, она не годится, потому что для того, чтобы атмосфера исчезла, требуется, чтобы углекислый газ слился с водой, а воды на Венере внезапно мало. Второй вопрос это, можно ли добиться какого-то устойчивого состояния, когда Земля будет долго похожа на Землю, если мы смотрим, то мы видим еще одно очень существенное различие у Венеры, у нее практически нет магнитного поля. Да, вот это интересно. И есть разные версии почему, например, одна из таких популярных версий насчет Земли, почему есть магнитное поле, Земля достаточно быстро вращается, день у нее 24 часа, соответственно, вращающийся металл, металлическое ядро приводит к вынекновению магнитного поля. Генератор такой, генератор. Венера, у нее период вращения вокруг своей оси 243 дня. И это одна из астрономических загадок, почему так медленно, и почему она вращается в ажнострон. То есть, на Венере, грубо говоря, Солнце, если бы его можно было видеть из-под атмосферы, она всходит на западе. И потом долго-долго ползет. То есть, опять же, парадоксальная планета. Это парадоксальная в этом смысле планета, есть много теорий, почему это так, но тем не менее, это факт, что у Венера нет магнитного поля практически. И, например, почему нет воды, одна из общепризнанных версий, то что водород, как легкий газ, он просто сносится солнечным ветром достаточно быстро. Дмитрий, еще тут есть один, мне кажется, момент про это вращение. Вот представьте себе, даже если бы, допустим, магнитное поле было бы, и, значит, не рассеивался бы водород, то вот представьте себе планету, которая находится достаточно близко к Солнцу, что там температура, вот то, что Дмитрий сказал, среднее 25 градусов, а максимальное, тут где-то были материалы, допустим, землю принесет, было бы 25. максимальное, там были какие-то данные, допустим, 80 градусов было бы, если бы не было парникового эффекта. Теперь представьте себе, Венера вращается медленно, то есть там 4 месяца день, 4 месяца ночь. Это как полярный день, полярный антарктик. Вы представьте себе вообще, как это выглядит, то есть как Антарктида медленно вращается, перевращается просто в раскаленную какую-то печку, и вот так по кругу все время идет. Вы можете себе представить вообще, как жить вообще на этой планете? Вот это, кстати, вопрос к Симоне, потому что, опять же, мы подошли к парадоксам, парадоксам в том числе и в культуре, и в фэшн-индустрии, потому что, если мы берем венерианскую тему, то она, в общем, была популярна достаточно в фантастике 60-х годов и находила отражение в том числе и в фэшн-индустрии. Мы вот помним все эти яркие такие одежды с космической тематикой. Вот опять же, мы приходим к парадоксам. Все, что касается Венеры, касается парадоксов, как я уже понимаю из этого. Все, что вообще касается космоса, исследования космоса, это всегда находит отражение. Все события, как мы уже говорили однажды, все события, главные события, происходящие в обществе, в мире и так далее, они, конечно же, отражаются и в моде. И когда человек полетел в космос и был запущен спутник и так далее, конечно же, моментально все ведущие мировые дизайнеры моды, они в своих коллекциях начали представлять будущего человека, покорителя космоса, Паку Рабан со своими немыслимыми костюмами и прочее, и прочее. Потом этот интерес понемногу сошел на нет, не было таких вот, ну, за исключением полета на Луну, таких вот прорывов и открытий. Но вот если сейчас, судя по всему, планируется что-то такое в середине 20-х годов на Венере, то не исключено, что опять эта тема вернется в моду. То есть это как информационный повод? Разумеется, конечно. Все более-менее значимые события, они находят отражение в моде. Я надеюсь, что вернется тоже. Давайте примем звонок у нас на линии радиослушателей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Я бы хотела обратиться к Дмитрию Бочарову. Дмитрий, вы как ученый квантовой физики, химии, не могли бы на минутку представить, что мы все-таки, когда говорим о возможности вероятности жизни на планетах открытых, вновь открытых, но всегда нас смущает, почему мы не находим того хотя бы, что близко есть на Земле. Вам не кажется, что мы к этому подходим на фоне вот этих открытий в астрономии категориями прошлых веков, категориями, которые были еще как бы задействованы до открытия пространства временной теории Альберта Эйнштейна. Уточните, что вы имеете в виду категориями прошлых веков. Да, я хочу уточнить, вы же квантовик, основа того, чего, что вот наше пространство и время, и, во-первых, это имеет обязательно природу квантовости, то есть, грубо говоря, исчезновение и появление, исчезновение и появление. Дальше оказывается открытия идут, что наше пространство многомерно. И вот не кажется ли вам, что если мы, вот если ученые, не мы, конечно, а если ученые пойдут, исходя из данных категорий, что вот мы как бы, я вам скажу так примитивно, но на уровне такой вот бытовой фантастики, мы просто не врезаемся в этот квант, понимаете? И что есть, да, на этих планетах что-то такое совершенно отличное. Но наши кванты идут совершенно по другой системе. Пространство и время измеряемая физикой еще со времен Ньютона. Вот как бы вы... Я бы сказал таким образом, что сейчас по современным представлениям у нас все пространство изотропно, то есть, оно одинаково во всех направлениях. Давайте об этом мы подробно поговорим сразу после новостей рекламы. Я тогда отвечу после рекламы на ваш вопрос. Да, надо прерваться, потом мы вернемся и продолжим. У нас еще много интересного приготовлено. Оставайтесь с нами. Микс Ньюз. На одной волне с городом. Радио. Радио. Балком. Мы продолжаем. Это завершающие полчаса нашего круглого стола, посвященного планете Венера. В студии работает Константин Ракс. Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. А в гостях у нас сегодня квантовый химик, физик, доктор наук Дмитрий Бочаров, специалист по IT-технологиям, программному обеспечению, Алексей Воловейк и публицист и фэшн-блогер Симона Шульман. Здравствуйте еще раз, коллеги. Добрый день. Дмитрий, вот радиослушательница задала вопрос. Да, она задала вопрос. Почему, несмотря на то, что открыты квантовые явления, не существует ли каких-то цивилизаций, которые работают на квантовом уровне, и поэтому мы их не видим. Сейчас попробуем перейти это на язык понятной нашей аудитории. Говоря о том, почему мы не видим другие цивилизации, я сказал бы, что кванты здесь ни при чем, поскольку по современному представлению квантовая механика одинаковая во всей Вселенной. Но, с другой стороны, почему мы не видим цивилизации? Во-первых, потому что на Земле есть очень уникальные условия. Нормальная температура, магнитное поле и так далее. И даже такая планета, как Венера, которая вроде близнец Земли, она имеет совершенно другие условия. Это первая причина, почему существование жизни достаточно проблематично где-то в ближайшем регионе. Вторая причина, мы до сих пор ищем жизнь тем же методами, по которым мы считаем, что другие формы жизни с нами будут связываться. То есть, по нашему принципу. Да, по нашему принципу. При этом мы делаем это радиосигналами, а радиосигналы мы знаем, извините, последние 150 лет. И надеяться, что какая-то из цивилизаций, которым развиваться 4,5 миллиарда лет, попадет в те же самые 150 лет, но это несколько наивно. То есть, по идее, они могут быть гораздо более совершенны, чем мы, но, соответственно, они тогда... Да, если бы мы спасали, грубо говоря, индейцам Америки диск с записью фотографий, они бы нас не поняли. Да, они бы не смогли его почитать. Да, они бы не смогли понять, что это, кроме как блестящая, некая блестящая такая. Да, ну и как бы и говоря о радиоволнах и исследованиях Венеры, например, о той же самой Венере мы узнали первый раз о поверхности только в 70-х годах с помощью радиолокации. А до этого мы бы тоже не имели представления о этой планете. Кстати, хотелось бы отметить, что исследование Венеры с помощью радиолокации показало один очень интересный эффект. Вершины гор очень сильно блестят, ну, в радиоволнах, то есть, они чудесно отражают, как будто они сделаны из чистого металла. Как красивая картинка. Да, долго думали, почему так может быть. Однако, потом инфракрасные исследования показали, что долины гораздо более горячие, чем вершины гор. Там разница больше 100 градусов. И возникла очень интересная идея. Внизу металлы кипят и испаряются, а на воршине гор выпадает, вы представляете себе, изморозь из металла. То есть, это такой контраст. Опять, это может быть очень красиво. Вот мы говорили о моде, да, можете себе представить, когда мы сможем это смоделировать, а уже сейчас говорят, что неплохо бы это попробовать смоделировать, могут появиться новые совершенно потрясающие одежды и тренды. Например, представьте себе искусственный мех из металла. Да, вот Симона, в этом направлении какие-то разработки у фэшн? Ну, разработки постоянно какие-то производятся. До этого, наверное, сколько я, по крайней мере, не дошло еще, но это очень любопытно, потому что, конечно же, когда смотрим на моду, он кажется, ну, по идее, что еще можно придумать? Да, уже казалось, что изобретено все и создано все, но сейчас вопрос технологии. Возможно, скоро появится какой-то костюм, который можно будет, там, нажатием кнопки, он будет менять свою фактуру и менять свой фасон. брюки превращаются? брюки превращаются, да, только превращаются не с помощью молнии, а, допустим, с помощью какого-то визуального, может быть, эффекта, или там 3D, или что-то еще. А были какие-то мудные тренды, которые были именно астрономией и изучением космоса? То есть, кафедрические технологии? Я даже могу сразу сказать, что, например, липучки, они же были придуманы для полета на Луну, чтобы растягивать скафандры. Я точнее, не именно о технологической стороне, а о визуальной стороне. Есть ли какие-то там известные, как скафандры? Не приходит к углу скафандры, да, тема скафандров, она, конечно, обыгрывалась, и различные металлизированные ткани, которые имитируют вот этот вот блеск скафандров, они тоже использовались. Кстати, опять же, говоря о Венере, да, формы Венеры, например, вот стоит обратить внимание, что ведь в античности была такая Венера-Каллипига, то есть, в переводе прекрасно задая, да, вот. Вот эта самая Венера, вот, она, ее образ, фактически, в 60-е и 70-е годы был исключительно популярен. Вот это вот космические скафандры, которые фактически представляли собой полную облипку полностью покрытия сверхъема женского тела. Вот эти вот все кастуны и так далее. Только металлический, металлизированный латекс такой. То есть, Ким Кардашьян можно отнести, наверное, тогда, получается. Она была бы непопулярна в 60-х годах, там был совсем другой тип фигуры, Твиги, которая была совершенно похожа больше на подростка, чем на женщину. Ким Кардашьян, в 60-е годы. например, Кодри Фобер, да? Конечно, естественно. То есть, девочка тростинка худенькая. Посмотрите, гости из будущего. Джеймс Бонда. Также гости из будущего, конечно. На нашу культуру гораздо больше влияет Марс. Большинство людей знают, что Марс скалистая красная планета. О самой яркой планете в Солнечной системе Венере многие не знают ничего. Для них она лишь яркая точка в небе. И то, что она представляет из себя, загадка. К Венере не очень высок интерес, как к планете. Поэтому у нее нет такой культурной поддержки. Она менее популярна и влияние ее на нас минимально. Есть ли что-то особенное в Венере, привлекающее писателей? Я думаю, что в планете Венере самая научно привлекающая ад. Венера — это сплошной ад. Это самое горячее место в Солнечной системе. Зона, которую мы не можем обжить. Писатели пытаются представить и отразить в своих рассказах, какая там могла бы быть жизнь. В аду. Планета Венера с точки зрения физики кардинально отличается от романтического образа Венеры, где она представлена как богиня. Все это очень интересно и символично. Ад и божество смешаны в Венере. Хотели бы мы прилетать в облаках Венеры и осмотреть ее с высоты птичьего полета? Я думаю, это очень страшно отправиться на Венеру. Там же свинцовые дожди. Лучше отправиться на Титан. Это более безопасно. У меня прагматичные мечты. Я не хочу лететь в ад. Ну вот такое Блиц-интервью нам дал один из ведущих на сегодняшний день британских писателей и фантастов Мэтью Де Хабая от романа «Красные люди». Вот он просто сказал, я прагматик в ад лететь не хочу. Кстати, это очень видно. И если вот посмотреть вообще вот так вот хронологию миссии на Венеру по государствам, то с 60-х годов, когда вот первая была Венера-1 миссия, там до середины 80-х соотношение, летали только русские и американцы, соотношение примерно 1 к 10 миссий. Ну вот там вот, кстати, удивительная победа, ну если можно говорить, такой категории соревнований, победа именно советской космической программы, потому что у Советского Союза получился, у американцев получалось гораздо хуже в плане исследований Венера. Мне лично кажется, я достоверно не могу утверждать, но мне кажется, очень сильно повлияли Стругацкие, потому что страна багровых туч это какое-то 57-е или 58-е. Самое начало 60-е. Что-то такое, да? А первая миссия на Венеру это 61-е. И мне кажется, именно вот этой романтикой обусловлено такое стремление на Венеру. Не задолго, да, первого полета. В феврале, по-моему, да, было? Да, да. Ну вот, кстати, интересно, что страна багровых туч ведь во многом она предсказала то, что там увидят. Ну, во всяком случае, некие тенденции, вот эти вот условия, атмосферу из вот эту плотную... Там же есть целый эпизод, как они описывают как радиосигналы. Они пытались наладить, потому что были проблемы с радиосигналами. Там они эти маяки устанавливали, чтобы пробиться через плотные слои атмосферы и так далее. Да, иногда фантасты попадают. Хотя, я так понимаю, Дмитрий, может быть, пояснит. Я так понимаю, что на самом деле есть какая-то длина волны, которой атмосфера Венеры прошибается довольно хорошо. Нет, ну, то есть, как бы радиосигналы проходят хорошо и в оптике, по-моему, было какое-то, но я не помню, с чем это связано. То есть, в принципе, была одна из проблем, вот я помню, раньше указано, что сложно будет ориентироваться на Вене, что там сплошной туман, еще магнитного поля нет, нету компаса. На самом деле, стоит поставить просто систему GPS вокруг Венеры и нет проблем. То есть, можно эту проблему решить. Кстати, хотелось бы отметить, что ведь еще кроме романа Стругацких, который, согласен, с Вадимом был такой достаточно серьезный, там, у них Венера такая мрачноватая, был еще достаточно оптимистический фильм «Планета Бурь», его, кстати, американцы утащили, перефократировали. Ну да, там самая история, что жёновы убрали из титров, там, возглавили английским именем. Да, да, да. Но дело-то не в этом. Дело все в том, что с точки зрения создателей этого фильма, там действительно был мезозойский период, и там существовала развитая цивилизация гуманоидов, с которыми они почти вошли в кадр. Но это, опять-таки, это какие годы? Это 60-е. Это 60-е годы, да. Когда чуть-чуть знали о рельефе, и не знали ничего о том, что под облаками. То есть, были возможности для фантазии. Давайте звоним. Радиослушатель на линии. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Ну, раз вы про фильм это говорили, интерстеллер фильм. Насколько он сейчас вот близок к реальности? Что мы попадаем, знаем-то больше уже в наши годы, а не 60-е. Он снят. Может, его можете прокомментировать. Спасибо. Но это фильм не совсем о Венере. Это... Я бы сказал, что сейчас фильмы стали более-менее похожи передавать. Научную составляющую из чьи того, что много научной составляющей из научной составляющей передается неправильно, когда требует этого зрелищности. Ну, вот тут можно разделить, наверное, фильмы на научную фантастику и блокбастеры. Если мы берем интерстеллер, это фильм, в котором можно, в общем, увидеть... Ну, то есть, грубо говоря, очень странно смотреть, когда идет вроде все корректно-корректно-корректно, а потом, опа, звуковой взрыв в космосе. Это так странно. Но в интерстеллере, друзья, там есть совершенно, мне кажется, потрясающая эмоциональная составляющая такая, что представьте себе, что космос больше не моден. Космос это вообще запретная тема. У нас мало ресурсов, мы должны сосредоточиться на выживании, мы не думаем о космосе. И вы очень... Видно по этому фильму, что не думать больше о космосе, это как будто бы перестать мечтать. Вообще перестать мечтать. Кстати, вот если обратить внимание на эту проблему, я помню, мы делали о большом андронном коллайдере эфир, у нас был один из его разработчиков, инженеров, и позвонил радиослушатель и сказал, я не хочу тратить свои 10 евро, своих денег, как европеец, на создание чего-то, чего я не понимаю, лучше я там куплю мыло себе. Вот. И это, к сожалению, это тоже реальность. Многие говорят, а зачем нам Венера, зачем нам Марвис? Как бы тут есть всегда проблема, зачем нужна фундаментальная наука. С одной стороны, вроде она даст какие-то плоды, но проблема даст плоды неизвестны когда. И неизвестно где. И неизвестно где. Но если бы не было фундаментальной науки, например, электричеством, мы бы сейчас не пользовались. Да, если бы не было теории Эйнштейна, не было бы GPS. То есть, соответственно, поэтому ученые, конечно, дотаряют любопытство за средства налогоплательщиков. С другой стороны, есть некий багаж знаний, и в какой-то момент что-то из-за багажа неожиданно может сыграть. Давайте мы попросим нашего звукорежиссера поставить еще одно интервью, которое Марина Зимонина взяла у еще одного британского писателя-фантаста Максима Якубовского. Он, кстати, в прошлом председатель президиума премии имени Артура Кларка, который джигонно присуждает лучшему фантастическому произведению Великобритании. Вот что он нам рассказал про Венеру. Давайте послушаем. Мистер Якубовский, как вы считаете, влияет ли на нас с планеты Венера? Если человек мистик и верит в это, то на него, конечно, влияет. Люди логически, мыслящие, понимают, что никакого влияния Венера не оказывает. Лично я считаю, что планета на нас не влияет. Часто ли Венера встречается в творчестве, в книгах, живописи, поэзии? Венера названа в честь богини любви и часто встречается в книгах, живописи и фильмах. Поэтому да, это важное для творчества планета, но меньше, чем Марс, так как он чаще встречается в искусстве. А Венера скрыта за мощными плечами облаков, что делает ее таинственной и мистической. Многие русские и польские писатели в своих работах обращались к Венере. Выпущены разные детские книги о планете. Братья Стругацкие в России издали фантастическую повесть об экспедиции на Венеру. И, конечно же, американские писатели и поэты писали про Венеру. Можно найти много коротких историй о планете, даже с политическим аспектом. Хотели бы вы полетать в облаках Венеры, увидеть планету с птичьего полета? Ой, нет, я не в том возрасте, чтобы путешествовать на космическом корабле, но, если честно, конечно, каждый этого хочет. Ну, вот такой комментарий, такое блиц-интервью британского писателя-фантаста, экс-председателя президентом премии имени Кларка, который ежегодно присуждается лучшему фантастическому произведению Великобритании, Максима Якубовского. Мы получили, и я сейчас сразу попрошу нашего звукорежиссера связать нас с руководителем Российского Института Космической Политики, Иваном Моисеевым, а мы с ним тоже хотим поговорить о планете Венера. Тем временем, я напомню, что на портале MixNews.lv в видеочате завершился опрос о том, хотели бы вы побывать на Венере, и вот как наши радиослушатели на него ответили. Да, там красиво 22%, нет, я не хочу ватт, 0%, у меня на земле дел хватает 44%, и возможно ближе к пенсии я туда и слетаю. 33% ответили на этот вопрос. Ну вот так, да, наши... также пишите нам в видеочате на портале MixNews.lv У нас на прямой телефонной связи из Москвы руководитель Российского Института Космической Политики Иван Моисеев, Иван Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете перспективу исследования Венеры, насколько эта планета интересна ученым сегодня? Конечно, она интересна, как и любая планета. хорошо, что она близко, можно несколько проще. Но перспективы вот отмечены. У нас Венера-Д, долгоживущая, весьма интересная программа, должна начать здесь лет идти. Она хоть и не входит в программу, но, видимо, так сказать, если договориться с американцами, то запустит. Темпы исследований Венеры несколько ниже, чем в начале 60-х года, скажем, 70-х. Но, так сказать, все равно там очень много интересного, что хотелось бы поисследовать. А на ваш взгляд, Венера можно назвать недооцененной планетой? В смысле, например, если сравнивать с Марсом, то кажется, что темпы его исследования гораздо более значительные. Вот не не обделена ли Венера вниманием мирового научного сообщества? Иван Михайлович, слышите ли у нас? Так, у нас сорвался звонок, мы попросим звукорежиссера еще раз направлять российского института космической политики. Да, в принципе, при освоении Венеры надо учитывать факт, что Венера самая близкая к Земле планета. То есть, если кого осваивают, то либо Марс, либо Венера, но Марс понятнее, потому что там и температуре более пригодной для освоения. Мы там что-то можем найти, больше шансов. Мне кажется, Марс интересует американцев больше, чем Венера, потому что на Марс можно поставить ногу. Но Марс можно поставить ногу, и можно, кстати, вырасти из картошки, как называем фильм «Морстяня». У нас руководитель Российского Института Космической Политики Ивана Моисеев снова на прямой связи. Иван Михайлович, слышат ли вы нас? Да, слышу. Значит, здесь как получается. Первые шаги по исследованию, они, прежде всего, принадлежат Советному Союзу России в свое время. Первая посадка на Венеру, спуск в атмосфере сначала, конечно, потом посадка. Первые панорамы Венеры, потом занялись Соединенные Штаты тоже продолжали эти исследования. И вот сейчас какое-то возвращение. Венера, да, весьма интересно, потому что из всех девяти планет Солнечной системы, считая Плутона, это планета, из которой, в принципе, теоретически, в отдаленном будущем можно сделать планету, похожую на Землю. Там будет, как в Африке, но это возможно. То есть, каким образом это можно было бы сделать? вот теоретически? Теоретически это как можно сделать? Нужно направить кометы, возможно, астероиды, которые там есть, но немного, на соударение с Венерой в результате взрывов, химических процессов, всего прочего, это, так сказать, вопрос исследовался. Значит, будет убрана большая часть атмосферы, снята, и ликвидирован парниковый эффект. поэтому, в общем-то, терпеть, там это возможно. А можно ли таким способом еще и раскрутить Венеру чуть сильнее, чтобы магнитное поле появилось? Можно, но зачем? Тут главное, что препятствует, скажем, Венера действительно очень похожа на Землю и примерно в том же расстоянии от Солнца. Значит, основное, это ее атмосфера, все, что мешает. А там магниты, это все, это не важно. Раскручивать тоже необязательно. То есть, теоретически... Сделать ее такой же, как Землю. А вот сделать, чтобы там жить можно было, это теоретически, в отдаленной перспективе возможно. А если говорить о возможности обнаружения жизни на Венере, хотя бы примитивных форм, насколько этот вопрос перспективен вот на данный момент? Ну, знаете, та жизнь, которую мы знаем, вот эта наша, в ней существовать не может. Там слишком жарко, слишком высокое давление. Но давление не важно, слишком высокая температура и еще там просто не может существовать. Это как в традиционной камере. А какие-то другие варианты жизни, ну, это чистая фантастика, но может быть. А как вы думаете, была ли когда-нибудь вообще Венера похожа на Землю? Или она сразу пошла по другому пути развития и вот стала такой, как сейчас? Были ли там океаны? Да. Это как раз так и получилось, что она была похожа в начале образования Солнечной системы, она была похожа на Землю. Но потом Земля подверглась бомбардировке астероидами. Вот то, о чем я говорил про Венера, что можно сделать. А Земля ближе к этим астероидам. Значит, она стала очень вот непохожей в смысле атмосферы, именно за бомбардировки. А Венере меньше досталось, потому что там их меньше. Спасибо. Руководитель Российского Института космической политики Иван Моисеев был на прямой телефонной связи с нашей студией. К сожалению, время нашей программы подходит к концу, действительно, к сожалению, потому что тема Венеры, мне кажется, она еще не исчерпана, но я понял, что иногда, когда тебе больше достается в плане бомбардировок, это не так уж и плохо, потому что Земля досталась меньше, чем Венере, жили бы мы сейчас, наверное, на Венере. Но, тем не менее, я думаю, что мы будем возвращаться, конечно, даже не думая, мы будем возвращаться к темам планет Солнечной системы, вообще теме космоса, это одна из наших любимых тем, с Константином Раксом. На этом мы сегодня ставим многоточие, смотрите наш эфир в записи уже на портале Mixed News LV в Фейсбуке, он в ближайшее время тоже появится, и на портале Mixed News LV мы также подготовим наиболее интересные фрагменты, которые сегодня в нашем эфире прозвучали, а их действительно было немало. Спасибо нашим гостям, это квантовый химик, физик, доктор наук Дмитрий Бочаров, специалист по анти-технологиям, программному обеспечению Алексей Воловейков, публицист, фэшн-блогер Симона Шульман. Всего доброго! И с праздником! С днём Космонавтики! С днём Космонавтики! До свидания!